всем привет вот новый обзор от меня сегодня он будет посвящен обзору рамы в этой коробке от нас скрывается рама рамы топкадовская она будет установлена на мой новый проект 6х6 конечно потребует значительного удлинения потому что эта рама предназначена именно для defender 90 как упаковано в общем то это конечно если честно третий вопрос потому что упаковано достаточно хорошо но не в упаковке как говорится счастье конечно если рамы идет не упакована вовсе она может где-то пострадать в процессе доставки и что мы здесь имеем упаковали китайцы на совесть я думаю повредиться такая рама в процессе транспортировки не может это будет довольно таки сложно в комплект этой рамы входит не только сама рама как например у конкурентов но и два вот этих бампера передний и задний из положительных для себя моментов я могу отнести то что во первых именно эти бампера они мне подходят по стилистике и по дизайну под новый проект под мой и соответственно если сравнивать эти бампера с той же самой геландой у геланды бампера они полые и если я не ошибаюсь в комплекте с рамой они не идут то здесь бампера это цельно фрезерованный алюминий они не полы и они очень прочные такие бампера у меня стоят на кане на моем на сером и у меня было на нем такое достаточно жесткое дтп я под углом вошел в так называемое жесткое недеформируемое препятствие конечно да бампер у меня погнулся но тем не менее сам defender не пострадал и это бы именно благодаря наличию прочного бампера у геландовского бампера они у меня есть там достаточно малейшего удара под углом и бампер сгибается очень сильно но в общем то он потом руками обратно и выправляется но это говорит о прочности всей конструкции о прочности бампера опять-таки у меня есть геландовская рама она неплохая я не сорвал там ни один крепеж его просто не надо затягивать надо весь крепеж сажать на фиксатор резьбы и как говорится да будет вам счастье это рама она в отличие от геландовской имеет довольно таки много отверстий но эти отверстия они не имеют резьбы и соответственно просто все это насквозь скручивается крепежом винтики гаечки и соответственно никаких проблем здесь нет если допустим сравнивать эту раму с аксиаловской ну здесь неоспоримые преимущества в том что за цену аксиаловской рамы если они ошибаются там может чуть вот эта рама дороже в комплекте идут два бампера то есть как бы для меня это достаточно большой плюс и опять-таки в отличие от аксиаловской рамы и рамы того же асцендера например если рассматривать это рама имеет очень высокую жесткость на скручивание то есть вот я сейчас прилагаю достаточно серьезные усилия ну есть небольшой как бы ход то есть как бы это вполне нормально но прилагая столько усилий допустим как сиаловской раме я бы ее просто крест-накрест бы свернул и на этом видео можно было бы заканчивать я пошел ее распрямлять у этой рамы такого недостатка нет ну за это конечно приходится расплачиваться массой вес этой рамы 417 грамм я сейчас взвесил на электронных весах но 417 грамм сразу скажу это с полными неполными бамперами передним и задним это с площадкой под серво машинку и с вот этим соответственно местом которое для аккумулятора либо для еще чего то то есть в общем то у меня на кане это снято площадка здесь сделан бокс и туда вставляются вот здесь стоят два аккумулятора которые вынимаются снизу то есть опять таки я не знаю вот сколько надо сюда приложить усилий чтобы кронштейны начали сдвигаться навстречу друг другу при этом у аксиаловской рамы эти кронштейны пластиковые соответственно если у вас модель тяжелая у вас мост пошел вверх и амортизатор начинает давить на кронштейн и соответственно это все начинает гулять но я уже молчу про жесткость скручивания аксиаловской рамы которая под тяжелыми машинами под тяжелыми моделями действительно начинает нет несколько жить своей жизнью это конечно допустимо для некоторых проектов грузовиков у которых у прототипов настоящих машин рама там действительно имеет некий ход то есть рама скручивается это увеличивает даже немного там ходы подвески немного это улучшает работу подвески но это не для всех как бы проектов не для всех моделей. У Defender, насколько я знаю, рама особо, скажем так, не заворачивается в бараний рог. Поэтому давайте посмотрим размер этой рамы. Длина у нее 43 сантиметра. Расстояние здесь 8,5 сантиметров по наружной части и 7 сантиметров и 1 миллиметр по внутренней части. Высота рамы полтора сантиметра. В общем-то, это и есть объяснение ее весу. В общем-то, разумеется, я не призываю никого к замене своей рамы на Аксиале, либо к замене там рамы на Гелланды, либо на Асцендере, именно на такую раму. Потому что, ну, наверное, это не будет иметь какого-то особого смысла. Но, тем не менее, если вы планируете строить свой проект с нуля или вы планируете просто покупку каких-то определенных запчастей и деталей в планах, у вас там строить модель размером там с 90 и Defender и вам подходит эта рама по длине. Опять-таки, ее всегда можно удлинить, либо разрезав здесь и раздвинуть, либо в задней части разрезать ее и увеличить вот это как бы расстояние. Это там уже все личное дело каждого. Я буду на основе этой рамы строить свой проект 6х6. Рама, скорее всего, будет все-таки именно вот эта. Я ее просто буду увеличивать. Соответственно, вы все посмотрите, как это можно делать, как это будет выглядеть. Ну, в общем-то, в итоге, действительно, это хорошая рама за свои деньги. Довольно-таки она конкурентно способная по сравнению с той же самой рамой от Axial, где в комплекте у вас идут только вот эти две части. И, если я не ошибаюсь, по-моему, практически все. Потому что я точно знаю, что бомбера на Axial продаются отдельно. Площадка центральная под раздатку продается отдельно. То есть, за Куц и Axial комплект двух вот этих пластинок можно, в общем-то, получить вот такую раму вместе с двумя бамперами. Ну, вот, соответственно, я свой выбор сделал в пользу конкретной данной рамы. Почему я это сделал, я вам, в общем-то, изложил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока!